Всем доброе утро! Я тут намастила камеру, непонятно как. Так, хочу вам показать два оттенка, которых я приобрела от Luxe Visage. Это новинки, жидкие матовые тени. Я их уже протестировала, классные, в оттенке 106 и металлики в оттенке 19. Сегодня мы с вами их нанесем. Вот, как я их наношу, очень легко. Просто вот так вот, по всему веку. И с этой стороны тоже. Прямо по вот эту вот кость. Вот так вот. Беру растушевочную кисть. И прохожусь по границе. По границе. Видите? Такая вот легкая дымка. Их можно насыщать. Они ложатся очень тоненько, очень комфортно. Не стягивают и не жмякают вот так века. То же самое мы делаем на этой стороне. И они сейчас вот так немножко растушуем, чтобы у нас нигде ничего не было. И то же самое мы делаем под низом. Ну, под низом я хочу немножко другой оттенок нанести, более загоревший, потому что ресницы я сейчас не крашу. И они могут, вот этот оттенок может создать такой вид усталости. Нужно отделять его немножко. Давайте все равно тут у меня получилось. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. И они хорошо растягиваются, хорошо, комфортно тушуются. Вот видите, все. В принципе, достаточно. Вот. Так что, я не знаю, их сравнивают с Армани тенями. Я Армани не пользовалась и не тестировала. Не знаю, сказать, что хуже или лучше. Но ложатся достаточно хорошо, качественно. Легко с ними работать. Даже для визажистов это вообще находка, потому что цена бюджетная, ложатся они хорошо. И для людей, которые, в принципе, не любят долго возиться с макияжем или просто любители, да, вот, тоже легко работать с ними. С ними не накосячишь. Ничего. Вот, все. Я еще хочу один оттеночек, такой больше бежевый, купить. Вот так. В уголок глаза я наношу вот такие вот тени. Это у меня палетка, очень старая. Я ее сама делала. Ну, в смысле, футляр покупала, но он у меня сломался. И здесь вот такая палитра. Вот, видите. Это тени, по-моему, Art Deco, если я не ошибаюсь. Я уже не помню. И вот я беру самый светлый оттенок в уголок. Они, вот эти светлые тени с блесточками, но их не видно. Они матовые и с блесточками. Вот так. А теперь мы будем наносить с вами вот этот вот оттенок. Вы можете тени зафиксировать сухими тенями, но мне это не надо, потому что вот так вот я... Вот это такой оттенок. Девятнадцатый. Я его просто вот так вот пальчиком растираю на руке и вот так вот наношу. Видите? Тени достаточно стойкие. Здесь, в Украине, неимоверная жара. И я ездила с ними на пляж, но только не с блестюшками, а вот с вот этими матовыми тенями. И у меня нигде ничего не скаталось вообще. А жара была просто вот. Поэтому тест проходил хорошо. Вот. А вот эти блестюшки тоже очень стойкие. Никуда не деваются. Вот они прилипают к вам. И все. Вот так. И теперь я сделаю под низом бронзером. Я уже накрасилась, нанесла тональный крем, который я с собой пролазил. Синхронскин Шесейда бронзер Physician Formula. И сейчас вот этой кистью в принципе можем и палеточку вот эту от Nars. Я сейчас возьму вот этот вот бронзер и прорисую под низом. Чтобы у нас сочетался макияж. Потому что тени более оттенка такого холодного. А я люблю сочетать холодные оттенки и теплые оттенки. Для меня это как бы не проблема. Наоборот, мне интересно так. Вот, видите? Поблескивает как. Я думаю, на искусственном свету будет еще лучше. Или на солнышке. Вчера мы вечером с дочкой прогуливались. С дочкой и сестрой прогуливались. и какую мы видим картину. Что одна мама идет с ребенком. Маленький мальчик где-то лет трех. И она несет машинку. Он идет за ней там, плачет. Ну, явно. Ну, ребенок. Не хочет идти там, возьми меня на ручки. Там такое. это постоянная процедура. Вот. И она, во-первых, идет, разговаривает по телефону. Прет маты такие. На ребенка кричит тоже с матами. в том плане, что говорит, ты зачем взял эту игрушку, значит, мы не будем ее вообще брать. И матами, вот, как со взрослым человеком с ним разговаривает. и вот швырнула эту машинку ему. Поднимай, давай. И вот такое вот, ну, такое похабное, знаете, такое отношение. И ребенок эту большую машинку берет, тянет, вот, плачет. И, значит, в итоге мы наблюдаем картину. Она подбегает к нему и начинает его лупасить со всей силы. и кричит, и лупасит. Ребенок кричит. Мы с сестрой говорим, ты что, вообще неадекватная, что ли? Она говорит, так, идите спокойно себе, это не ваше дело, это не ваш ребенок. Ну, тут дочка у меня, если бы Сашки не было, и я бы туда пошла. Сестра, я говорю, нифига себе, она его лупит. Сестра подбежала туда, говорит, что, дорогая, ты попробуй отфигачи какого-то взрослого, тебе сдача ребенок не может дать, ты что делаешь? Говорит, я вызову социальные службы, и я вас попрошу, люди, что, когда вот так вот при вас бьет, я просто понимаю, что, если она вот на улице такое делает, что она с ним делает дома? мимо, ну, вот, когда сестра сказала за милицию и социальные службы, она чуть-чуть пыл свой поубавила, но все равно там отгалкивалась, понимаете, просто нельзя проходить мимо, если вы видите, что кого-то, неважно, взрослые, там, дети, если вы видите, что кого-то бьют, но не нужно проходить мимо, это неправильно, это неправильно, никто, никого не имеет права бить, родители, детей, тоже, одно дело, ты его там поджопник ему дал, да, если ребенок там именно не то, чтобы там, ну, именно капризничает, да, типа, там, хочет что-то у родителей как-то повлиять на них, хотя и это тоже не способ, а другое дело, когда ребенка избивают, прям конкретно, ну, она перестала его лупасить, но, что она ему делала дома, мы же не знаем, понимаете, и я хочу узнать, что это за девушка, я надеюсь, что, так что, если кто со Старобельска знает, вот, она пошла в дома, которые, вот, гармошкой на Ватутино, Старобельск, Ватутино, и вот там почта, и вот, вот эти дома, что идут вот так вот, от дороги, и вот этот дом, который, ну, вот так вот, да, стоят, а между ними, вот, проходят там люди в эти дома, в эти дома, вот, и мы не знаем, какой она дом пошла, она пошла вот сюда, мальчик такой, темненькие волосы, может, они не черные, но темненькие, вот, потому что ее лица, мы, темно было, мы просто не рассмотрели, вот, это, даже сестра к ней, в принципе, близко подошла, но, говорит, невинно было ее лица, говорит, просто можно было сфоткать, с фото вспышкой, и все, и, наверное, да, наверное, надо было, но у меня дочка тормозит, я боюсь, не подходи, тянет меня назад, но, это что-то с чем-то, нельзя такое оставлять, без, вот так вот, так что да, вот, вот такой, вот такие тенюшки, мы с вами сделали, так, теперь, я беру карандашик, делаю, кстати, я записалась на ботекс, нет, ботекс, есть ботекс колят, а есть диспорт, да, колят, я на диспорт записалась, мне эффект от диспорта, больше понравился, почему-то, не знаю, может он мне больше подходит, вот здесь мои родиночки, я их намечаю, вот так, не знаю, ресницы мне не хочется красить, может сделать стрелочки просто, это у меня карандашик Римль, по-моему, классный карандаш, бюджетный, хорошо работающий, а если его закрепить еще тенями, сухими, да, вообще будет хорошо, так я делаю, чтобы немножко от цвета, цвет перебить, вот этот цвет красивый, цвет пыльной розы, такой, хорошо закрашиваем, вот эти вот места, которые могут просматриваться, между ресничкой и кожей, так, мне надо реснички опять подкрашивать краской, я в Чехии заберу, у меня там воск, я буду сама себе делать депиляцию, воск, банька для воскоплав, такой баночный, что еще надо забрать, полоски, если для ног, и вот усики там, знаете, тоже, так, ну вот так вот, сейчас я немножко подожду, пока оно застынет, и все, и он такой хороший карандашик, стойкий, и белый карандаш, у них тоже хороший, теперь я, хорошая такая вот, да, сейчас я посмотрю, арт-деко, да, прям вот, нужно, наверное, заказать еще такой футляр, чтобы починить его, не починить, а поменять, потому что тенюшки здесь хорошие, вот эти вот, и палитру я выбирала, такую вот, нейтральную, видите, хорошие, так, теперь беру карандашик Essence, хотела купить от Luxe Visage, вот эти пинапы, но здесь нету, надо зайти еще в один магазинчик, помады есть, кстати, от пинап, уже вчера оттенок выбрала, и так и не взяла, так вот я делаю так что посмотрю, еще спрошу когда на 12 число меня записали на диспорт и хотела бы я губы подколоть чисто для увлажнения не для объема, не дай бог а чисто для увлажнения, я уже себе так делала так что девочки присмотритесь я считаю, что это бюджетно, еще два оттенка каких-то закажу, более бежевый и более золотистый возьму такой блестящий, смотрите вот, классная так, теперь я беру буржуа в оттенке в оттенке да что ж такое, не знаю в каком потому что стерлось все видите, беленький я думала, что я здесь подхудею а я здесь наоборот еще поправилась так, и наношу теперь вот так и чтобы не было прям таких явных границ все так приеду не захотела я здесь заказывать вот этот аромат вот этот аромат Тиаре от Монталь потому что не уверена в качестве парфюмов потому что мне не нравится качество парфюмов сестре моей тоже не нравится потому что если на мейкапе заказывать не тот аромат он похож да, ну как бы но сначала идет спирт а потом идет аромат поэтому я закажу если вы хотите заказать аромат заказывайте на натина но мне во всяком случае я здесь в украине не заказывала на натина здесь есть этот интернет-магазин натина ума а в чехии натина я заказываю там ароматы оригинал во всяком случае какой аромат я не получала все вот слышатся хорошо я много уже парфюмов заказала на натина очень много разных и бюджетных и дорогих вот поэтому не знаю как украинский сайт работает может на украину шлют какой-то другой разлив как это делается да но другой разлив то на натина cz ароматы хорошие вот во всяком случае плохой мне не попадался так что дальше сейчас я позанимаюсь сделаю йогу я опять вернулась к к чему вернулась к который вот это по полчаса поделаю и спина для спины хорошо он там более такой подвижный сейчас сделаю йогу кофеек допиваю и еще покажу вам свой свой уход летний уход так что через минутку так и мой уход девочки мне нужно купить знаете что мне нужно купить пижаму я хочу себя меня так все есть мне нужно брючная пижама атласная так и давайте по уходу мою умывалку вы знаете от гориньер гелевая такая в голубенькой баночке тоник от поет пока что я добиваю и эссенциальная вода от локситана классная водичка я буду ее еще брать вот здесь я тоже не хочу ничего брать потому что я посмотрела бедные люди как тут живете я посмотрела на цены которые они больше чем в чехии но так вы же не сравниваете уровень людей то есть заработок и я смотрю люди все равно там даже в чехии люди не будут покупать там раскупаться продукты а у нас люди все равно все гребут с такими ценами я просто удивляюсь вообще ну ладно давайте начнем значит это все тоник это все у меня я вам показывала много раз их крема крем под глаза сейчас я взяла профессиональный какой-то испанский бренд левисиме левисиме или лависиме не знаю вот такой вот 15 миллиграмм здесь идет керамический это керамический или какой ну вроде бы такой холодненький аппликатор хотите аппликатором разносите лучше в холодильник положить хотите как бы пальчиками я пальчиками я наношу вот так вот и такими постукивающими движениями так разношу вот такая вещь хороший мне понравилось снимает припухлости убирает отечность и синячки и синячки и не заметила как таковых у меня больших и нету синячка у меня только вот 10 в уголках вот это это от недосыпания так и вот такой крем 50 миллиграмм aqua cream я не знаю это какая стеклянная не стеклянная баночка вроде бы как стеклянная может это пластмасс такой вот крем открываете приятный аромат очень и такое немножко какой-то бежевый розовинка что ли но очень приятный очень хорошо увлажняет прям хорошо увлажняет крем и по большому счету сейчас у меня был меня до этого уход от калистар тоже такой крем под глаза в виде бальзам чека но он не недостаточно увлажняет и крем для лица там хороший но цена конечно ему большая это на дешевле в половину и эффект обалденный но он идет это профессиональная марка недорого недорого я считаю и эффект классный вот крем для рук белоруссия значит крем для рук эффект перчаток хорошо увлажняет восстанавливает ручки и приятный аромат как бонус вот зубы зубы есть сделала себе поправила хожу я к одному стоматологу это ходоков я к нему хожу уже я даже не знаю лет 10 10 это точно если не больше я думаю что больше вот и зубная паста у меня крест я всегда пользуюсь зубной пастой крест мне нравится просто я вот такая версия попробовала 3d white шарко шаркуал такой типа как с угольком но она не черная они но темненькая вот такая вот видите нас типа как с углем или с чем она хорошо освежает долго держится свежесть зубки отбеливает если вы ежедневно утром и вечером то даже если вы только утром чистите но я чищу и вечером освежает и зубки отбеливает хорошо вот я другие пасты пробую но нет тоже купила по цене одинаковая только в чехии вот купила не помню как называется но не то вот вот это вот крест и использовал и зубки как отполированные у тебя прям дотранились и как отполированные после тех вот нету такой чистоты какое-то ощущение чистоты во рту так что крест полосочки отбеливания у меня тоже крест там остались я их не взяла почему-то ну да ладно а вот ну и все вот такой у меня уход классные продукты мне понравились сейчас поставлю в холодильник вот это вот еще я покупала стоит холодильник я тоже вам показываю по моему в покупках да вот такая вот эссенция но я использовал один раз и всего на все или два тоже стоит в холодильнике когда закончится у меня эссенциальная вода так локситана я буду использовать вот это вот такой вот холодненькая утром нанес с пептидами с так вот этот это ты да с пептидами и лососевым маслом вот но здесь огромная туба здесь 250 миллиграмм так что на этом все был были мы на голубых озерах мне там очень понравилось мало людей мы ездили в будни мало людей на малибу пляж малибу я другой раз когда мы будем я потому что дочка еще просится съездим еще долго ехать туда туда два часа назад 24 часа считай вот вообще классный пляж там есть пляжи другие можно снять домики например но муж не хочет с ночевкой я говорю давай поедем с ночевкой чтобы поехать поплавать там шашлык пожарить переночевать и на следующий день домой он так не хочет ну может даже упросим с дочкой надо съездить вот потому что ребенок плескается чистая водичка хорошо мне понравилось вот поэтому да с моими документами я сомневаюсь что у нас получится в этом году поехать туда куда мы хотели поехать потому что до сих пор мне в чехии ж не дали документы визу а отсюда с украины можно сказать можно поехать в турцию но а тут в то место куда я хочу с украины намного дороже поехать на чехии и хорватия все равно сказала хорватия ближе там буквально сколько езды и по деньгам дешевле а отсюда намного дороже поэтому зачем зачем платить больше вот поэтому ничего страшного я знаете как я или куда-то ну так или хорошо отдохнуть или никак то есть я не люблю вот этих как сказать альтернатив да вот отдыху там дикарем поехать или там поехать на азовское море знаете и нет ну пожалуйста не лучше поехать на озеро честно скажу может для кого-то я не права ну для я для своего да я не поеду на азовское море я там кстати ни разу и не была вот на черное да в ялту да там ялта адлер батуми а там да ну такой вот а вот на азовское море но нет вот и в турции не хочу можно отсюда поехать турцию недорого вообще получается ну не хочу а не хочу почему я скажу потому что потому что там все вот просто все а я такой человек что все бегут и я бегу я не побегу туда вот и все я не люблю когда я хочу отдохнуть вообще от чтобы чтобы не слышать никого из своих людей мне хочется посмотреть именно колорит страны не знаете язык вот людей вот мне интересные там хорватия италия например именно не просто поваляться покушать и поваляться на пляже да и побухать я этого не люблю а посмотреть пейзажи красивые я не говорю что в турции нету пейзажа красивых есть конечно но там очень много наших вот и все я не так не люблю мне надо отстраниться вообще для меня вот это вот отдых хотя например мы в ялту ездили по моему четыре года подряд или три года подряд или четыре года подряд по деньгам это никак не дешевле чем поехать в турцию или допустим даже в ту хорватия отдыхать тоже можно по-разному есть люди отдыхают на бесплатных на этих сайтах говорю на бесплатных пляжах я не люблю такие пляжах я не люблю такие пляжи вот поэтому полотенечко положите и лежать как бы для меня это некомфортно я люблю отдыхать с комфортом вот так скажем так что да пока что все греция еще мне интересно напишите если вы вот были я вот слежу за осей с польши девочка они вот ездили в хорватию италию вот те места которые мне мне интересны и я прям смотрю взахлёб мне так нравится все там вот поэтому если бы мне сейчас вот мы приехали и мне сделали визу мы бы поехали в хорватию но увидим пока что мы здесь и пока что документы отталкиваемся от того что есть документа у меня пока нету ладно не буду вас загружать своими проблемами на этом все если поеду еще раз на на голубые озера если поедем то я вам сниму этот раз я прям расслабилась вот да пока сегодня мы будем жарить шашлычок у мамы там тоже у мамы мы вас не мы а сестра делает ремонт ну как ремонт мы уже там сделали давно ремонт а а теперь вот такие там то люстры и меняем то там какие-то такие сестра кухню заказала маме вот полностью то есть совсем с духовым шкафом с плитой с мойкой из каких холодильник вот эти вещи тоже тут как бы очень дорогие я вообще в шоке ладно ладно на этом все увидимся до новых встреч пока